По улице гуляет осень, а значит в библиотеке Розанова пришла пора подвести итоги лета, пастернаковского лета. Сегодня у нас проходит очередной конкурс поэтический, который называется «Пастернаковское лето». У нас сегодня своеобразный юбилей, потому что именно в 2001 году, 20 лет назад, эти конкурсы поэтические начались проводиться в библиотеке, в нашей библиотеке. А вообще, как праздники поэзии Пастернака, это началось еще в Ходьково в 1987 году. В свое время здесь провел лето в Мутовках, это недалеко от Ходькова, Борис Пастернак. Ну и как бы вот решили, что наша земля достойна того, чтобы эти конкурсы, вообще праздники поэзии проходили нашим краем. В этом году в конкурсе приняли участие 40 авторов стихов и прозы из Сергеева Посада, Ходькова, Пушкина, от совсем еще молодых до настоящих акул-пера. В клетке забилась птица, сдвинулись шторы грозно, Дом захотел лопиться, белой струйкой звездной, Празднули лето третье, снова рассвета ждем мы, Дом полтора столетия мается нерожденный. Перед членами жюри стояла непростая задача. Выбрать лучших. Оценивалась не только умелое владение рифмой, но и сама стилистика произведений. Победителям, среди которых такие поэты, как Александр Дорожинский, Валерий Федоров, Светлана Кузьмина и другие, вручали дипломы и специальные короны из осенних листьев. Вне конкурса были отмечены и юные авторы. И хотя они находятся в начале пути, у них большое будущее. И нет, сейчас во мне пиши, что чувствую, сейчас пишу, и ночь приятная нахожу. И в майский вечер окон свет, и навечно заменил рассвет. И кружка чая на столе заменит все на свете мне. И пахнет летом, вкус приятен, сейчас не вижу в жизни прятен. Мне показала этот конкурс моя классная руководительница Горобцова Оксана Юрьевна. Я писала стихи, как какое-то психологическое отпущение своих мыслей и чего-то подобного. А в нем хотела поучаствовать только ради спортивного интереса, можно так сказать. Когда человек переживает, ему нужно выплеснуть свои эмоции во что-то. А бумага все стерпит. Владимир Новоселов, Ярослав Акимцев. День города.